Около тысячи горожан разного возраста, от самых маленьких и до опытных профессионалов, приняли участие в лыжных гонках. Для кого-то эти соревнования стали одним из многих, а кто-то впервые попробовал себя в этой роли. Это моя первая гонка, что ли, и тут много народа. Тренировки были, но тренировки мало было, конечно, хотел, чтобы побольше было тренировок. Мне нравится, что на них можно быстро ездить. У них очень скользкие такие лыжи, и можно с горки спускаться. Я учусь в школе, где есть лыжи. Я уже научусь немножко. Нравится тебе? Да. На старт осталась одна минута. Дети готовы? Да! На старт! Бул! Однако одного задора и желания оказалось недостаточно для победы. На дистанции явно выделялись те, кто занимается лыжами профессионально. Настрой был очень хороший. Мне понравилось, как я бежала. Было несложно. Я тренировалась на более жесткой дистанции и ездила по всем соревнованиям. Я шла в школу, увидела нашего тренера Калашникова Николая Феоктистыча. Он сказал, хотите ходить на лыжи? Я сказала, да. И мама позвонила ему, и я стала ходить на лыжи уже два года. Забег мне очень понравился. Был два километра. Очень легкий, как мне показалось. И я заняла третье место. У нас своя лыжная база там есть. Дюж-4 называется. У нас там много лыж. Летом мы бегаем, тренируемся, укрепляем мышцы. А зимой соревнуемся уже. Чтобы горожане не просто отсиживались зимой дома, а проводили свободное время весело и активно, в Улан-Дэ работают 8 лыжных баз и 11 катков, где можно взять необходимые атрибуты на прокат. К тому же в распоряжении улан-дэнцев 39 хоккейных коробок. Мы считаем, что на сегодняшний день это достаточно для того, чтобы массовый спорт в городе Улан-Дэ развивался. Конечно, мы знаем те микрорайоны, где нужно дополнительно строить спортивные площадки. Поэтому вместе с депутатами Народного курала и Городского совета мы принимаем план наказов на 2017 год для того, чтобы продолжать эту работу. Не останутся в стороне и те, у кого есть ограничения здоровья. В прошлом году у Улан-Дэ был реализован проект «Лыжи мечты», чтобы кататься могли и дети с ДЦП.